Узнать, что квартира, в которой ты живешь, больше тебе не принадлежит. Такой шок недавно испытала Юлия Батова. Женщина одна воспитывает четверых детей. Несколько лет выплачивает ипотеку. Из двух миллионов осталось свернуть 120 тысяч рублей. Юлия допустила просрочку и даже не подозревала, что банк продаст ее квартиру с торгов. Через записку в подъезде и сообщили, что скоро придет новый собственник и сменит замки. Встретились с этими людьми, приехали не вчетвером. Представились юристами Сбербанка. Сказали, что ну все, вот вы сами не являлись на суды, мы вас вызывали, приглашали. Вы сами не явились. Я говорю, ну а у меня никаких уведомлений не было, я ничего не знала. Они говорят, ну не переживайте, об этом никогда никто не знает. С помощью юристов женщине удалось восстановить срок подачи апелляционной жалобы. Дело передано в Крыевой суд. Но по факту остается, мать-одиночка, четверо детей, идти некуда. У банка был выбор. Можно было какое-то время подождать, пока сумма погашается из заработной платы. Может быть это полгода, может быть это год. С другой стороны, ну вот банк решил сразу все получить. Ну, в принципе, имеет право. По форме правильно, по сути издевательство. По мнению экспертов, банки должны сначала реструктуризировать долги клиента, а потом уже подавать на него в суд. В рамках круглого стола прозвучали предложения. Обратиться в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта об ипотечных каникулах. Это отсрочка платежей для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. А также установить для семьи с детьми ставки по ипотечному кредиту менее 8% уже в этом году. Такие условия, по словам юристов, помогут уменьшить статистику грустных историй, в одной из которых пострадала семья Юлии Батовой. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости.